Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища, всем доброго, бодрого утречка. Да, да, сейчас мы немножечко поговорим про трёх поколений. Наташка, собственно говоря, будет следующим роликом сегодня. Загрузит она ролик, не загрузит, это не имеет абсолютно никакого значения. Потому что, вы знаете, за Палычем не зажареет. Палыч сможет об сестре сказать даже то, что она сама о себе не знает. Поэтому, Натали, не волнуйся, ты не загрузишь ролик, Палыч загрузит два. Значит, перед тем, как наш поездочек тронется, не забываем то, что у Палыча есть канал на бусте. Да, да, я знаю, вам это похрену, вы не подписывайтесь, но Палыч вас заинтригует. Палыч вам кое-что покажет, он уже приступил к одному там микромоментику с Наташкой. Там будет уникальный контент. Короче, увидите всё. Но, непосредственно, сейчас же дело у нас с вами идёт про наш основной канал. Поэтому лайкос, комментик, подписочка, всё приветствуется на данном канале. Итак, начинаем. Знаете, перед тем, как начать, перед тем, как начать основной обзор, я сейчас дам небольшую рекомендацию. Вообще, вы знаете, когда Палыч даёт рекомендацию, то наши друзья, они иногда, но прислушиваются. Ну, как бы они нам особо не друзья, но то, что прислушиваются, прислушиваются. То, что Наташка забивает на всё это большой болт, это как бы да, это естественно. Но Баб Коля прислушивается. Палыч сказал, повесь лампочку на кухне. Что сделала? Повесила. Палыч сказал, перевесь лампочку. Перевесила. Давайте какую-нибудь ещё дадим рекомендацию. Ну, давай, Баб Коль, попрыгай на одной ноге. Ладно, шучу. Рекомендация, на самом деле, знаете, такая, как бы, то ли серьёзная, то ли несерьёзная. Ну, в общем, сами рассудите. Знаете, я смотрю вот их не последний ролик, ну, там, где они вот там занимаются делами и там и прочим. Короче, последний ролик вот этот их не смотрю. Там, где стоит Танюха на аватарке с таким каким-то непонятным лицом и вот с этой своей чёлкой. Подождите, блин, я вот начал говорить про чёлку. Я ведь самое главное забыл. Что забыл Палыч? Напишите в комментах, что сейчас забыл Палыч сделать вообще. Это вообще как-то, это просто уму непостижимо Палыч такое забыл. А я лайканул комментик и напишем это, забыл это или не забыл сделать. Ну, что забыл Палыч в данный момент? Ведь никто не думает написать, что забыл Палыч. Эх, вы, как вы невнимательно сворите Палыча. Ладно, значит, ну, это вопрос на засыпку. Прям так и назову коммент закреплённый, что забыл Палыч. Итак, я сейчас знаю, там, начнёте писать, там, как всегда, в своей манере, уарочками, прикольчиками. Но это ведь знаете, это всё оценивается Палычем. Палыч такой, наоборот, зачётик. Итак, значит, ребятки, значит, рекомендация касаемо Танюхи. Танюх, я всё понимаю, ты, возможно, считаешь, что такая прическа молодеет тебя и прочее. Как бы натянутая кожа и так далее. Но вот знаешь, на солнышке сегодня как-то это показалось, ситуация была как-то двоякая. Я сначала не понял, думаю, где Баб Коля, где Танюха? Как бы нет-нет, ну, конечно, шучу, если всё это было понятно. Но из-за того, что или кожа сильно натянута, или солнце так бликует, такое ощущение, знаете, что вот взяли чулок, такой, да, как бы чулок сполз, и как-то получается такое, немножечко как бы смялся, как бы, какой-то шарпей вот это. Да нет, я-то, конечно, шучу, это, ну, короче, Танюх, не забивай голову, сделай прическу, распуши чулку, и думаю, что наша аудитория это поддержит. Соответственно, ребятки, давайте вообще напишем Танюхе в чатике, типа, Танюх, новую прическу. А касаемо этой прически, напишите, знаете, комментарий, как вы бы назвали бы данную прическу. Чул, вот это вот не называть, берёза в поле, то, что один этот у неё колосок и прочее, почему Палыч так показал, с ними никак не связано, ну, да ладно. Значит, ребятки, далее, теперь, короче, переходим к обзору. Палыч много запрягал, но теперь он сейчас поедет, значит, и так. Новый день начинается, начинается с того, что куда-то они, бедем, идут, на тренажёры и прочее. И вот в этот самый момент я хочу вам сказать такую, знаете, некую, некий весь абсурд данной ситуации. Сегодня я вот хочу, знаете, как-то порадоваться, ни за какой созлобы, никакой нету зависти, просто порадоваться за людей. Почему рада? Сейчас я вам всё объясню. Знаете, возможно, вот кто-то из нас просыпается, ну, укаживает свой достаток, там, кто-то что-то любит пристрастия и прочее. Кто-то просыпается утром, завтракает, там, с бутербродом, с красной рыбкой, кто-то с красной крой, кто-то просто хлебушком. У кого-то, там, ну, с тетемити мало, естественно, понимаете. В общем, все по-разному питаются. Так же и три поколения. Не знаю, что они там сегодня ели на завтрак, это значение не имеет. Имеет значение следующее. Большинство людей, как правило, идут на работу, у кого-то есть свои хлопоты, обязанности и так далее. Что у трёх поколений? Я имею в виду частности у Танюхи, бабки Оли, там, ну, как бы, Сонечка просто, мы точно не берём в расчёт её, там, Игорька. Говорю чисто про Таню и бабку Оли. Ну, бабку Оли на пенсии, ладно. Что вот у Тани сегодня, у Танюшки? Что у Танюшки сегодня, какие основные её действия? Просто, знаете, встать, на улице светит солнышко, пчички чирикуют, идти куда-то на тренажёры, позаниматься. Ровно счётом потом весь день провести на Чили, учитывая то, что это рабочий день, так понимаю, середина недели и так далее. То есть, понимаете, у людей нету какого-то достатка, нету каких-то, таких, знаете, материальных каких-то ценностей, нету каких-то даже просто, даже просто воды нету, по сути. Вода даётся, то даётся, то не даётся. Дома непонятно как, что-то там с мебелью и прочее. Ну, я имею в виду, всё на высшем уровне, так скажем. Недорогое, всё более такой дешёвый, средненький вариант и так далее. Но при всём при этом люди счастливы. И вот в этом, ребята, самые как бы, и не то, что абсурд, самый вот этот вот нюансик данной ситуации, то, что люди просто счастливы по-своему. Они вот счастливы, тут идёшь на работу, хлопочешь, мама дорогая, рутина вся эта и прочая. А тут встали на расслабоне, нервы свои никуда не тратят. И потом, знаете, когда начинаем их хейтить, и всё писать, и говорить, и так далее. Так кто в данной ситуации более счастлив, и кто находится в выигрышной позиции? Ну, вы находитесь в выигрышной позиции, что вы на завтрак едите в съёмку, но при этом для всём вы идёте на работу, и вас там на работе шеф за эту съёмку, там конкретно. Либо три поколения, с утра они едят там хлебушек с маслицем. Ну, даже если без маслицы, ну, думаю, маслица хватает. Хлебушек с маслицем, даже булочку бабка Коля ещё напечёт там чего-то. И при всём при этом их шеф не, как бы, да, и нормально, и весь день на расслабоне. И так ещё позволяете на море съездить, что-то купить и так далее. Так прикол, да, в данной ситуации, кто счастлив? Вот и какая-то ситуация, это загвоздочка, да? Ну, да ладно. Значит, что у нас сегодня по основным делам? Теперь, как бы, теперь начинаем, знаете, ложку дёхтя, вот, как всегда. Палыч, ну, Палыч же не может бабкой не ехидничать. То есть, слово плохое такое ехидничать. И подколоть там, да, вот, и все прям, да. Ну ладно, значит, итак. Значит, основные микромоменты. Значит, сегодня постирались. Бабка Коля постиралась, это молодец. В то время, когда Губарева не может помыть посуду, воды не хватает ни на что, и выключают ее, и ездят на водонакалечку и прочее, мама дорогая, бред. Одним словом, бред у Губаревой, значит, тут баб Коля, да, воду выключили, но при этом она постель постирала, посуду помыла, все нормально. Вот как люди справляются, учись Губарева, по делам. Да, я, кстати, вот начал вам сегодня говорить, что много у Танюхи как бы расслаблона и прочего, но сегодня-то были дела, повесила простыни, одну, два, три, четыре, четыре простыни, или пять было. Ну, короче, наверное, уморилась Димаха, собственно говоря, потом баб Коля чуть позже ее накормила, в доме, значит, по последним, значит, известным новостям, холодает, потому что уже Танюха переселилась куда-то там с Сонечкой в комнату бабки Оли, или куда-то, не знаю, там, где видно такое побольше отопления. В момент я, честно, немножечко пропустил, про листа было не особо интересно, но смысл я уловил, то, что в доме холодно, баб Коля уже в шапке находит и прочее. Главный посыл-то какой? Зима-то еще не наступила, а в доме уже холодно. А что вы будете зимой делать? Единственный, конечно, выход из всего, и как бы Палыч быть вангой, Палыч все, ты кухню их не уже изучил, это, знаете, включить стримчанские, поставить ссылку на Дональд и баб Коль. Главный нюанс. Включайте стрим именно сейчас, то есть, там, ближайшую неделю, две, сначала померзнете, как бы, там дома холодный и прочее, а потом стримчанские, стримчанские. И, как бы, с таким макаром, что вот, ну вот, печка нужна, печка нужна, отопление нужно, уголь нужен, и вот, как, денег нету. И донаты. Я вслух это говорю, да! У-у-у, баб Коль, извини. Ну, ладно, ты уловила смысл, суть всего сказанного. Значит, далее. А то вот реально просто, знаете, дома уже холодно, учитывая то, что у них там крыша полусоломенная, когда там она, помните, показывала Танюха, лазила под крышей, да там дырки, там крыша вся светит, о чем тут можно говорить, о каком тепле. Но из этого всего надо сделать такой вывод. Пока нету отопления, естественно, надо больше двигаться и больше кушать. Ну, то есть, больше кушать, больше энергии там, да, вырабатывается и прочее. Но больше двигайтесь, как бы, не знаю, как с этим у вас проблема, то, что кушаете нормально. Ну, в общем, все услышали, все поняли. Записывайте, если не поняли. Значит, итак, все, Палыч, что уже досказал. Что не досказал, доскажете вы ниже в комментариях. На этом я буду с вами прощаться, чтобы видеться с вами вновь. Всегда до новых встреч, всем пока! Продолжение следует...